Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Недавно мой ученик Максим мог красиво обыграть Гроссмейстера, но, к сожалению, он даже проиграл подоспевшим цветной партию. Но, тем не менее, я хочу вам показать ловушку, в которую мог угодить его соперник Гроссмейстер. Ну и еще несколько комбинационных ловушек в дебюте отыгрыш. Значит, как возникает дебют отыгрыш? СД4, ДЦ5, БЦ3. Ну и здесь после хода ФЖ5 возникает городская партия, а после хода СД6, СБ4 и размен назад возникает дебют отыгрыш. Значит, Максиму выпала вот такая жеребьевка СД4, ДЦ5, БЦ3, СД6. Ну и здесь, в принципе, все можно свести к дебюту отыгрыша. В партии последовало СБ4, БЦ5. Размен на С7. АБ2 белая развивает отсталую шашку. Ну и здесь обычно играют АЖ5, ФЕ5, либо ДЕ5, либо АБ6. Но АБ6 пассивно из-за БЦ5. Значит, давайте рассмотрим основные ходы АЖ5 и ФЕ5. Значит, после АЖ5, естественно, нельзя играть ЖХ4 из-за несложной ловушки. Небольшая комбинация детская, ФЕ5. Затем ДЦ5. Ну и черные попадают в дамки и празднуют победу. Значит, правильно играть ЖФ4. Загоняем черных на бортик, приходится закрываться ЖХ6. И здесь ставим тычок. Значит, тут есть три хода. ЖХ4, тогда БЦ3. И на ФЖ5 меняемся ЕД4. Вот это основная система. Как раз вот Максим с гроссмейстером получил такую позицию. Мы к ней вернемся. Это основной вариант. Также иногда играют АЖ7. Здесь, возможно, жертва шашиста Мазурка. На БЦ3 черные нападают СД6. Белые, допустим, закрываются. И следует неожиданная жертва. СД6. Вернее, ДЕ5 и ЖФ4. Размен. То есть, следующим ходом черные хотят вернуть шашку. Поэтому здесь лучше всего меняться ДЕ3 белым. Ну и после размена... Здесь у белых позиция все-таки получше. Шашка черных А3 слабенькая. А вот разведчик белых на А7, это шашка сильная. Потому что она держит шашку Б8. Преимущество небольшое у белых. Так. Ну и, естественно, в этой позиции проигрывает ход ЕД6. Такой размен. Часто начинающие делают. Даже, допустим, в партии Голубев-Песоцкий. По переписке в 1979 году черные вот так разменялись. И белые очень красиво выиграли. Я эту комбинацию уже показывал. В шорте. Но, как говорится, повторение мать учения. Играем ФЖ3. И грозим связать фланг черных. То есть, видите, нападения уже в ЖФ4 нету. Из-за присоски ФЖ5. Ну и черным некуда бить. Как бы они не побили, допустим, сюда. Белые остаются с лишней шашкой и легко побеждают. Поэтому после хода ФЖ3 приходится играть АБ6. Ну, тогда связываем прочно левый фланг черных. Допустим, БА5, БА3. ЦБ6, ДЦ3. БЦ5, ХЖ3. Ну и здесь играем на связку. Видите, у черных застряла шашка Х8. Поэтому белые здесь красиво выигрывают. Б7, ЖХ2. ДЦ7 нападаем. СД4 приходится закрываться. Ну и на ход СД2. Черные еще надеются на ничью. Играют АБ4. Здесь следует красивая комбинация. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Отдаем две шашки. Затем проводим комбинацию. ФЖ5, ДЕ3. Ну и здесь легкий выигрыш. Проходим дамки и побеждаем. Вот такая красивая миниатюра. Так, если в этой позиции место хода АЖ5 черный играет ФЕ5, здесь уже возможно красивая комбинационная ловушка за черных. Допустим, играем БЦ3. Развили отсталую шашку. Черные подтягивают отсталую шашку А7. Играют АБ6. Уходим на бортик. И здесь черным лучше всего поставить тычок. Но тычок здесь слабенький, так как белые контролируют поле Д4 и грозят тремя нападениями получить большое преимущество. Ну и здесь был найден ленинградским мастером Петром Святым очень интересный план уравнения. Раньше играли ЕФ6. Этот ход слабенький. Правильно играть ЖФ6. Ну и вот в этой позиции правильно, конечно, играть АБ4. И у белых сохраняется небольшое, но стойкое преимущество. А если сыграть ФЖ3, то здесь возможно интересная ловушка. Например, как было в партии Кузюков-Кандауров 1973 года. Черные меняются и временно жертвуют шашку. Затем играют БЦ5. Ну и стоит такая угроза возврата шашки. Белые думают, что у них лучшая игра от ЕФ2. Черные выжидают, пока шашку возвращать невыгодно из-за нападения. И здесь белые ошиблись. Они сыграли до Е3. Этот ход красиво проигрывает. Здесь уже поставьте видео на паузу за черных и попытайтесь найти комбинацию. Черные начинают и выигрывают. Значит, будущий чемпион СССР Александр Кандауров. Международный гроссмейстер, чемпион мира по бразильским шашкам. Здесь выиграл так. ЦБ6. Проводим размен 3 на 3. А затем проводим вот такой удар. И несмотря на отсутствие шашки, черные здесь легко побеждают. Можете убедиться в этом сами. В партии соперник Максима сыграл ФГ5. Ну и здесь партия свелась к рассмотренному нами ранее варианту. Максим поставил тычок. Его соперник ушел на бортик. Белые играют БЦ3, поддерживают тычок. Ну и на ход ЖФ6 играют ЖФ4. Далее в партии было ФГ5. Белые разменялись. И получилась основная система. Дебюта отыгрыш. Значит, черная игра от ЖФ7. Вот здесь обычно все играли ФГ3. С примерно равной позиции. А Максим применил интересный ход ФЕ3. Ну и здесь есть ловушка. Черная игра от ЖФ6 развивает отсталую шашку. Белая игра от ЖФ2. Черная игра от СБ6. Напрашивающийся ход. Черные поставили ловушку. Теперь плохо меняться ФГ3. Здесь еще шансы на ничью у белых остаются после боя назад. А вот бой вперед уже проигрывает из-за стандартного удара. Отдаем одну шашку. Затем вторую. Затем меняемся. И затем черные остаются с лишней шашкой. Вот такой типичный удар для тычковых позиций. Максим заметил его и сыграл СБ2. И вот в этой позиции черные ошиблись. Б5. Вот этот ход уже проигрывает. Он напрашивающийся, но он красиво проигрывает. Белые меняются вперед. У черных единственный ход. ФГ5. Тут особо не разгуляешься. И здесь белые красиво побеждают. Можете поставить видео на паузу. И попытаться найти выигрыш за белых самостоятельно. Позиция белых выглядит подозрительной на самом деле. Шашки Ж3 и Х2 слабые. У черных вроде бы монолитная позиция. Но на самом деле побеждают белые. Вначале нападаем. Черным приходится закрываться. Ну и здесь следует блестящий ход. ХЖ3. Максим в партии сыграл ФЕ5. И даже в цветноте проиграл. А вот ход ХЖ3 красиво выигрывал. Значит у черных есть три хода. ФЕ5, ФЕ7 и ДЕ7. После ФЕ5 белые здесь легко выигрывают. Бьем на Д6. Черным надо играть ДЦ7. Ну и после всех разменов просто ставим рожон на поле Д6. И постепенно побеждаем за счет центра. Здесь несложный выигрыш. Значит если черные играют ФЕ7. Тогда играем БА3. Черным не пошевелиться. Надо что-то жертвовать. Ну еще как-то сопротивляются. Жертвуют шашку А7. И играют ЕД6. Ну просто играем АБ4. ДЦ7. ДЦ5. Как можете убедиться. И ходы белых и черных единственные. Приходится меняться. Ну здесь можно пожертвовать СБ6 шашку. И занять коловое поле. Ну и черным пора сдаваться уже. Ну и наконец самый красивый вариант. Если в этой позиции черные бы сыграли ДЕ7. Здесь белые красиво выигрывали с помощью комбинации. Также можете поставить видео на паузу. И попытаться найти комбинацию за белых. Играем СБ6. Ну и в какую бы сторону черные не били. Они проигрывают. Если они бьют сразу же назад. Тогда играем ДЕ5. И наносим красивый удар. С выигрышем. Если же в этой позиции черные бьют вперед. То следует такой же изящный тычок. Играем ФЕ5. Приходится бить. Ну и так же красиво поигрываем. Друзья, если вам понравилось данное видео. Не забывайте поддержать мое творчество. И творчество моих учеников. Лукасом. И подпиской. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Субтитры сделал DimaTorzok.